здравствуйте мои дорогие друзья я александр печуев перед просмотром поставьте лайк комментарий это с больше стимула для вас снимать видео сегодня у нас гадание почему путин рванул в кремль такой странный вопрос был задан мне телеграм буквально забили как говорится подписывайтесь на канал телеграме как всегда и вк группу а вот и забили мне телеграм этим вопросом первое что касается то есть скит я уже сделал что мы здесь данный момент видео понятно что с информацией то есть журналисты тут ни при чем они не интересуют его вот дальше самое интересное что его так так сказать простимулировала двигаться не народ тоже также задавали вопрос имеет ли это место быть пожар до пожар нет почему потому что здесь мы видим бизнес пожар это бизнес деньги поэтому здесь его не так интересует это была показуха связано это как раз со смертью людей каких-то то есть это массовые какие-то возможно новый фронт новая война так сказать и это его напрягло почему потому что три мужчины пострадали то есть три мужчины да мы видим женщина связана с баблом то есть пожары это чаще его консультировала женщина значит вот дальше но касаемо допустим какого-то фарта и так далее мы видим что путина фарт ушел все перевернулось все почему-то не по его плану пошло что-то он планировал что-то вкладывал куда-то бабло вклал деньги ушли улетели и вон и деньги возможно это государственные деньги которые будут потрачены на вооружение на украину но так сказать растащены сша куплены сша чтобы продать отдать ару вооружение частично как говорится украине и вот возможно в этом проблема что тут деньги и страх у него начался из-за денег этих также мы видим вооруженные какие-то действия то есть это массовые скрытые какие-то теракты на которые он закрывает глаза но это внутренние проблемы ему на пофиг и чихать на этом но в данный момент это его задело частично но он это не показал что его задело самое главное это естественно второй фронт это не по его плану немного все пошло то есть вот этот фронт он как открылся причем это пошло не по его план то ли это идут какие-то провокации уже со стороны в сторону россии и это его напрягает причем мы видим что народ отупил настолько что уже не реагирует что народ россии сам себя защищать не сможет также его напугало что он не готов что границам подходят или украина или какие-то страны подходят границам россии и будут уже не издалека бомбить россию раз россия прошла проникла на украину бомбить вот этот камешок у меня постоянно что-то в крови ритуальный вот это самый старый аметист такой качественный но такой старый в отличие от этого да вот и мы видим что границам что-то подходит и он опасается я думаю согласно этому гаданию естественно вкратце я думаю что украина и какая-то страна еще какое-то вооружение получила и сейчас они подходят границам россии и россия начинает уже опасаться и путин уже начинает опасаться и государственные чинухи его не предупредили поздно предупредили потому что начали уже проникать в крым это понятно мы уже смотрели в крым проникли путин опоздал вот и россия уже опоздала это уже начинается вовсю также мы видим что понятно у него какой-то бизнес там пострадал он тоже из-за этого беспокоиться этому уже поняли что бабло он потерял свое это ладно не такая паника новая наворует из россии из российских людей отупевших вот но здесь мы видим как раз он боится какого-то оружия какое-то оружие приближается границам россии и он боится что уже напрямую будет это все происходить это оружие с воздуха снова воздушная я уже говорил в старых гаданиях еще что перед войной перед войной с украиной россии россии нужно опасаться воздушного оружия с воздуха всегда опасность для россии с воздуха вот для украины этом свое объяснял то что им бояться придется вот что они уже знают давно вот но россии придется осторожны он сейчас боится что вот это оружие мощная россия к этому не готова и нет денег к этому понимаете и народ не предупрежден и много чего тут факторов сходится то есть паника паника в кремле называется да но бабло то что он потерял какое-то вот это тоже интересное думаю это государственные деньги которые безмозглые люди банкиры держали на западных счетах русские наворованные деньги ну что же справедливость есть все-таки как говорится в жизни но фарт мы видим ушел у путина он ушел просто вообще отвалился сразу причем его три мужика бизнесмена какие-то кинули насчет тоже денег ну что ж вот такое вкратце гадание всем удачи успех сам был александр печи вставьте лайк комментируйте репостите и я скажу что пожар это всего лишь прикрытие пожара не собираются тушить понимаете вот пожар это повод прикрытия удачи адекват адекват адекват